Ну, тем временем в Киеве участники сегодняшнего митинга у стен Верховной Рады требовали отставки правительства. Сторонники разных партий движений назвали кабинет министров и лично премьера Арсения Яценюка группой мародеров, которые, по выражению собравшись, уже два года грабят Украину. О том, что с коррупцией в стране надо бороться в те же самые минуты, но уже в самой Раде, говорил вице-президент США Джо Байден. С подробностями Ольга Князева. Если коротко, о ситуации у Верховной Рады, у американского вице-президента против отставки украинского премьера. Несколько сотен человек, пенсионеры, представители разных политических сил. Больше всего плагов радикальной партии «Свобода» и запрещенного в России правого сектора. Активисты призывали украинцев прекратить платить за газ, электроэнергию и воду, если правительство не уйдет в отставку. И те, кто сегодня пришел к зданию парламента, признавались через год работы Кабмина. Терять населению уже нечего. Я радиоинженер. Работала на военном заводе 35 лет. Тысячу слов ревень пенсия, которую не хватает уплатить за коммунальные тарифы. Вы знаете, это просто издевательство над пенсионерами. В это же время в зале заседания выступал вице-президент США Джо Байден. Критиковать правительство он не стал, но депутатам напомнил, игнорировать и дальше минские соглашения нельзя. У Украины также есть обязательства. Она должна объявить амнистию и провести децентрализацию управления в Донбассе. Мы сказали всем, что дальнейшее затягивание недопустимо. Это касается и проведения выборов в Донбассе. С украинской трибуны американский политик сначала по традиции ругал Россию. Но обойти стороной разговор о проблемах официального Киева получилось едва ли. Байден еще раз подчеркнул, Украине нужны американские кураторы. И объяснил почему. Я никогда не рассказываю людям из других стран, что они должны делать. Но вы не можете найти ни одной демократии в мире, где раковая опухоль коррупции так процветает, как на Украине. Вы не сможете найти ни одну такую страну. Прокуратура страны как раз расследует возможную причастность украинского премьера к коррупционной афере на сумму в 90 миллионов долларов. Об этом пишут журналисты Лондонской Таймс. В статье говорится о сделке между Одесским припортовым заводом и австрийской компанией «Антра». Уже и первые итоги обысков на заводе опубликованы. О них рассказывает заместитель генпрокуратуры Украины Давид Сакварелидзе. Первое, что мы обнаружили, это связь с канцелярией премьер-министра и правительством. Это очень громкое дело, которое обещает стать очень интересным. Мы нашли миллионы долларов, которые были похищены из государственной казны. Данные о конкретных коррупционных делах цифрами и подробностями уже обещал опубликовать и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он тоже настаивает на причастности премьера к масштабным теневым схемам. Многие в парламенте еще перед приездом американского политика ждали, что Байден затронет вопрос отставки Арсения Юценюка. Правда, Олег Лешков в традиционной манере напомнил, премьера выбирали сами и разбираться с ним должны сами. Уважаемые коллеги, я читаю о том, что Байден приедет и победит коррупцию. Байден приедет и наведет порядок. Байден приедет и проведет реформы. Может, выберем Байдена президентом Украины? Мы же ждем все, что Байден приедет и все сделает. Магерин не приедет, сделает. А для чего нам наша власть? Не надо отвлекать Байдена от жены. Выступая в Раде, американский вице-президент также пообещал Украине почти 200 миллионов долларов на продолжение реформ и еще 300 на безопасность. Но несмотря на слова об очередной спонсорской помощи, решать реальные проблемы страны, например, предстоящий дефолт по долговым обязательствам, американцы не намерены. Накануне приезда долгожданного гостя в Киев, Белый дом официально отказался брать на себя гарантии по реструктуризации трех миллиардов долга Украины перед Россией.